Вот он, беспредел. Плошная пушонка в речку идет. Совхоз Чкалова. Отходы, сбрасываемые в реку Нура старейшим предприятием города Каргресс-1, попали на кадры любительской видеосъемки 11 февраля. Произошедшее вызвало бурю недовольств со стороны местных жителей, вплоть до обвинений руководства теплоэлектростанции в экологической катастрофе. 11 февраля при объезде нашего золоотвала было выявлено, что происходит утечка пульпы с золой в бассейн реки Нура. Причиной этому послужило обрушение задней стенки старого колодца в результате давления снежных масс и льда. Нами были приняты своевременные меры, то есть персоналом станции было предпринято заглушкой закрытия шиберной задвижки. То есть практически в тот же день, даже не практически, а в тот же день утечка пульпы с золой была локализована. За помощью в устранении проблемы руководство промышленного предприятия обратилось к водолазам. Сегодня на месте аварии смонтирован подъемный механизм. Для извлечения поднятия на поверхность задней стенки колодца осуществлена заглушка трубопровода. Сброс воды теперь осуществляется через новый колодец, построенный в рамках трехлетней программы модернизации. Существующий золотвал введен в эксплуатацию в 1991 году. Фактически его емкость на 2018 год была близка к полному заполнению. Нами предпринята программа трехлетняя, это 18-19-20-е годы, по наращиванию дамбы золотвала. Это позволит увеличить емкость с 5 миллионов кубометров до 7,5. То есть этим самым мы, во-первых, предотвращаем экологические, ряд экологических проблем, то есть в виде пыления, все мы знаем, как это происходило. И это позволит нам продлить срок службы этого золотвала и работать в штатном режиме станции. Факт утечки пульпы из системы гидрозалоудаления не остался незамеченным сотрудниками Департамента экологии, водной инспекции, управления ПЧС и Акимата Тимиртау. Специалистами лаборатории взяты пробы воды. Анализы пока еще находятся в обработке. По их результатам в отношении предприятия будут приняты меры. Екатерина Чеснокова, Сергей Баданин, Новости Тимиртау.